Выражавшие недовольство у здания ЦИК оказались представителями или сторонниками политобъединений, не прошедших в парламент. Они считают, что их голоса были украдены и приписаны якобы провластным партиям, так как они не преодолели 5-процентный барьер. По словам Клары Соронкулова, несмотря на финансовые потери и экономическую ситуацию в стране, должны состояться перевыборы. Поэтому нельзя было допускать таких механических ошибок. 500 миллионов сомов, которые ушли на эти выборы, они к коту под хвост пошли. Для того, чтобы мы могли убедиться, что мы действительно получили мало голосов, не надо было завершать таких действий. И все. Я не буду признавать ручной подсчет. Ручной подсчет должен был быть непрерывным. Результаты ручного подсчета должны были быть хотя бы к утру. Хотя бы к утру. Между тем в ЦИКе не раз предупреждали, ручной подсчет затянется из-за смешанной системы выборов. То есть необходимо почитать по мажоритарной системе, потом по пропорциональной системе и по преференциальной. Нужно высчитать голос каждого кандидата. А их более 1200 человек. Отдельные кандидаты понимают это. Однако, по их мнению, ЦИК плохо провела разъяснительную кампанию. Многие наши избиратели проголосовали неправильно. В основном из-за незнания. Думаю, ЦИКу нужно поработать в этом направлении. Мы принимаем итоги выборов. Надеемся, что следующие выборы пройдут так же открыто, как эти. На сегодняшний день нашей стране нужна стабильность. Выборы действительно прошли честно. Об этом говорят не только партии, преодолевшие 5-процентный барьер, но и эксперты. Однако из-за технической ошибки и несвоевременной реакции ЦИКа у непрошедших партий появилась причина дискредитировать выборы. Глава государства приложил все усилия для организации честных выборов. За исключением технических ошибок выборы прошли открыто, считают эксперты. Молодежь Чуйской области решила провести акцию против митингов. Самое главное требование – прекратить проводить показательные недовольства. Подобные акции проходят во всех регионах страны.